Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости, подготовленные специально для вас каналом Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Вчера рынок изучал публикации макроэкономических данных из Канады и США, однако на валютном рынке изменений никаких не наблюдалось. Страна кленового листа сообщила инвесторам об увеличении объема розничных продаж в сентябре. Согласно отчету, подготовленному статистическим управлением Канады, показатель вырос на 0,6% после незначительного роста в августе на 0,1%. Результат совпал с прогнозами аналитиков. Розничные продажи не учитывающей автомобили не изменился в сентябре после прироста на 0,2% в предыдущем месяце. Аналитики предполагали, что показатель вырастет на 0,5%. Вышедшие показатели не повлияли на движение пары USDCAD, однако господствующая мировая валюта позволила канадскому доллару оказать сопротивление. К окончанию торгового дня пара USDCAD торговалась на отметке 1,3393. Валюта страны кленового листа вслед за нефтью отправилась на повышение. Аналитики прогнозируют продолжение роста канадского доллара и сегодня. В то же время господствующая мировая валюта продолжала уступать своим основным конкурентам. Инвесторы сейчас полностью сфокусированы на предстоящем заседании стран ОПЕК и России, которое решит дальнейшую судьбу движения нефтяных котировок. Однако уже на следующей неделе аналитики прогнозируют возвращение американского доллара к максимуму. Индекс доллара США к окончанию торгового дня находился на отметке 100,98, оторвавшийся от дневного минимума ниже уровня 100,80. Рынок вчера встретил публикацию по продаже на вторичном рынке жилья за октябрь, который превзошел прогнозы аналитиков. Однако и этот отчет остался без внимания трейдеров, что и не послужило каким-либо изменением в движении индекса американского доллара. Возможно, сегодня ситуация изменится, так как ожидается публикация показателей по заказам на товары длительного пользования, а также по рынку труда.